итак всем привет и я хотел бы в этой теме немного рассказать о событиях в unity сейчас мы затронем самые скажем простые события которые скажем уже встроенный движок unity они называются unity и events вот что я создал и зачем это использовать например вы там каждый кадр проверяете там какое здоровье персонажа например получил ли он урон равно ли это здоровье меньше там нуля и так далее вот это не очень производительно дальше вы пытаетесь допустим проверять какие-то очки например больше ли стало очков там например больше ли ста больше тысячи очков и каждый кадр вы пытаетесь это проверять это тоже не очень производительно и что нам дает csharp в этом случае csharp дает такие вещи как делегаты и события вот то есть чтобы не проверять каждый кадр мы проверяем только тогда когда что-то случается то есть происходит какое-то событие когда например наш там противник получает урон мы проверяем равно ли его здоровье меньше нуля например или проверяем получили он урон если он получил то мы там воспроизводим звук либо запускаем какие-то партиклы и так далее то есть это очень крутая штука и в дальнейшем она поможет для оптимизации также хотел поговорить и сразу сказать что unity event это не самое лучшее решение то есть unity event больше служит для задания скажем событий в префабе либо для например сериализации событий то есть ну сейчас мы немножко посмотрим то есть это не самая лучшая штука и она не такая производительная как настоящее событие в языке csharp они могут быть производительнее от 2 до 40 примерно раз чем unity event но это все равно будет лучше чем вы будете в каждом кадре проверять что-то свое и так чтобы создать простое событие в unity вам нужно написать unity event вот также хочу сказать что уже есть разные встроенные события вы наверняка с ними сталкивались давайте посмотрим например мы создаем кнопку и у нас здесь есть вот такая штука как события он клик вот тоже самое мы можем создать сами для любого компонента вот то есть мы вот так помещаем помещаем unity event и это у нас уже событие дальше мы его можем вызывать что я сделал в данном случае чтобы хоть как-то показать как она работает я создал игрока плеера повесил на него бокс коллайдер и rigidbody то есть когда я запускаю эта штука падает вниз и соприкасается с этой границей и также здесь у нас какие-то монеты либо там счетчик неважно вот когда она соприкасается я хочу чтобы здесь менялось число то есть она не проверяется каждый кадр она случается тогда когда что-то происходит но в данном случае я проверяю другим событием вот что-то например он collision enter у меня здесь использован это тоже событие то есть сама unity проверяет это событие это event function вот она проверяет произошло ли столкновение и в сама у себя запускает событие далее я проверяю с помощью try get component либо можно проверять с помощью compare tag то есть мы сравниваем tag но как бы более лучше проверять именно через try get component то есть мы пытаемся взять компонент если у нас это не получается нам скажем ничего не возвращается то есть ничего не делается скажем так вот это отдельная тема то есть нам сейчас не важно как это работает нам важно что мы делаем дальше дальше мы берем наше событие и вызываем его причем вызываем через вот такой знак вопроса это скажем nullable вызов можете отдельно почитать если не знаете отлично когда мы вызываем что-то происходит все в принципе вот весь код который нужно было написать дальше на плеере висит другой код у него есть ссылка на текст него есть какое-то внутреннее его поле с количеством монет например и какой-то метод который будет увеличивать количество монет и записывать это в текст но он никуда не привязан то есть ни к старту ни к апдейту ничего здесь не привязано есть далее мы вызываем метод но где же этот метод этот метод мы помещаем на плеер нет ни на плеера на бордер на бордер мы помещаем плеера то есть на бордер я добавил скрипт get coin вот этот скрипт с нашим юнити ивентом юнити ивент сразу все реализуется скажем вот в такую штуку как на кнопках сюда мы перетаскиваем нашего плеера на котором есть скрипт который нам нужен вот и здесь мы выбираем у плеера скрипт и метод от coin вот он ничего не должен возвращать он должен что-то делать вот грубо говоря мы говорим вызови нам вот этот метод мы его уже передали через вот вот эту штуку и все и давайте посмотрим как она работает вот это важно понять вот ничего страшного если вы сразу не поймете если вы это знаете то вы молодцы окей и теперь каждый раз когда вот эта штука сталкивается с другой штукой у нас обновляются на счетчик вот опять же повторюсь что такие события лучше писать через нативные си шарп события но о них мы как-нибудь поговорим в другой раз и мы мы Продолжение следует...